Добрый день! Это очередной вебинар из серии вебинаров «Моя профессия – трейдер». Вебинар заключительный. В июле заканчивается проведение сезона вебинаров. Начинается летний отпуск. В дальнейшем мы вернемся в сентябре и продолжим вебинары. Итак, на прошедших вебинарах мы внимательно рассмотрели правила создания торговой системы, индикаторы торговой системы, ценовые уровни, понятия торговой системы. Каждый раз я немного повторяюсь для более простого понимания. И, в принципе, готовая торговая система позволяет трейдеру не только успешно торговать, но и совершать аналитику по любому из выбранных финансовых инструментов. Основное внимание, на которое я обращал внимание, это локальные экстремумы цены, или отдельно стоящий бар на таймфрейме, или сессионный экстремум цены, хай или лоу, размах цены, ценовой канал, вид цены, то есть во флете находится цена или в тренде. Флет близо к горизонтальному уровню, тренд всегда наклонный, ценовые уровни, историзм рынка. Для анализа применяются более длительные таймфреймы, на более коротких таймфреймах совершаются сделки. То есть, если трейдер работает на четырех часах, анализирует рынок, то сделки необходимо совершать на таймфрейме 30, минимум 15 минут. В торговой системе применяются дивергенции, конвергенции, которые могут быть накопленными, скрытыми, и они определяются дивергенции по разнонаправленному движению цены и индикатора, конвергенции по однонаправленному движению цены и индикатора. Дивергенции и конвергенции – это понятие условное, поскольку при смене таймфрейма возможно изменение вида. На индикаторах торговой платформы, в частности МТ4, совершенно спокойно можно построить торговую систему, которая будет работоспособна и для анализа, и для трейдинга. Таким образом, это заключительный вебинар из серии вебинаров «Моя профессия трейдер», и перейдем непосредственно к анализу рынка. Также торговая система включает правила торговой системы, управление капиталом, риск менеджмент, психология совершения сделок, к какому типу относится трейдер. Сюда, кстати, входит и краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная торговля, технический анализ по фундаментальным данным, техника и тактика трейдинга. Кстати, сейчас, в период летней сессии, лучше всего работать или на пробои ценового диапазона, если цена находится во флете, или внутри ценового диапазона, торговать от хай-лоу, то есть экстремума цены. Поскольку этот вебинар заключительный, я проведу анализ нескольких инструментов. На прошлом вебинаре рассматривали пару евро-американский доллар, сегодня давайте посмотрим на австралийский доллар, индексы и товарные контракты. На этой страничке представлены ссылки, которыми я пользуюсь для анализа текущей ситуации. Очень большое значение при торговле финансовыми инструментами на Форексе имеют опционные барьеры или уровни. Опционный уровень каждый раз защищается трейдерами, и трейдер может получить премию а не количество прибыли или убытка в пунктах. То есть опционные уровни характеризуются премией. То есть трейдер или получает ее, или не получает. Продовольственные контракты в основном зависят от переходящих запасов на складах. Это товарные контракты. И торгуются они обычно сессионно. Если это американские контракты, то в течение американской сессии. Если это европейские контракты, то они торгуются в европейскую сессию. Таким образом, тонкости торговли мы рассматривали на предыдущих занятиях. Сейчас я буду делать просто аналитику. Итак, переходим к терминалу МТ-4, на котором представлены различные торговые инструменты. производные торговые инструменты. Это индексы. И анализ проводится по стандартной схеме, о которой было упомянуто в начале вебинара. Индикаторы, которые здесь представлены, достаточно просты. Они немножко модифицированы, но в принципе, это индикаторы торговой платформы и позволяют достаточно легко определять уровни. Уровни цены, вид цены, флет или тренд. Флет всегда горизонтален, имеет некоторые уровни, тренд всегда наклонен. Таким образом, на большом таймфрейме по индексу S&P 500 видно, что цена достигает исторических хайов и начинаются коррекционные движения. то есть, в принципе, здесь представлены линии сопротивления и линии поддержки. Они легко читаются и практически эти уровни могут быть достигнуты в случае снижения количественного смягчения правительством США. То есть, ФРС заявил о том, что начинает сворачивать программу количественного смягчения. В то же самое время, Европа продолжает количественное смягчение. В Европе увеличивается безработица или остаются на прежнем уровне. Торговый баланс Европы несколько хуже, чем был прежде. Это связано и с летними отпусками. Конец июля. То есть, я ожидаю движение пары евро и USD все равно к уровню 1.19. Но это возможно к окончанию периода летних отпусков. Затем в ноябре может быть небольшое ралли. То есть, евро снова начнет отрастать. Но вернемся непосредственно к рынку, к товарным контрактам. Товарные контракты торгуются сессионно. Видно, что по пшенице товарный контракт Сифидишка находится практически на минимальных уровнях по отношению к апрелю 2012 года. Это связано с тем, что переходящие запасы на складах и увеличение урожайности в странах-поставщиках привело к снижению спроса на пшеницу. То есть, ситуация по пшенице, как по товарному контракту, тем характеризуется, что, скорее всего, пшеница будет торговаться в узком диапазоне на уровне 598-660. То есть, сейчас в Штатах начинается подсчет возможного будущего урожая. И эти данные окажут серьезное влияние на движение цен по пшенице. То же самое касается и кукурузы. Кукуруза практически рухнула больше, нежели чем пшеница. Значит, урожайность по кукурузе ожидается более высокой. Смотрим на цены, которые были при выходе из кризиса. Видно, что кукуруза это находится эта графическая фигура называется разрыв в облаках. То есть, резкое гэповое снижение стоимости контрактов на кукурузу. Значит, запасы по кукурузе ожидаются достаточно большими и цена на кукурузу снижается. Соответственно, эти контракты, кукуруза в частности, для торговли неинтересны. То же самое касается и с сахаром. По сахару ситуация такова, что цена может уйти на уровень 12-14, поскольку урожайность по сахару в этом году в странах-экспортерах, в частности, в Бразилии, Аргентине, Мексике, сбор сахарного тростника увеличен. То есть поставка сахара сырца на рынке будет более глобальной. Поставки увеличиваются. по меди, как одному из основных компонентов производства, ситуация такова. На запасах, на вторичной переработке это вторсырье по металлам, которые используют промышленность, алюминий, медь, свинец, с оловом, золото, серебро. Запаса вторичного сырья хватит для обеспечения рынка на протяжении буквально 20-25 лет, может 30 лет. Таким образом, цены, вторичная переработка всегда более выгодна по отношению к разработке недр, поэтому и цены на золото, и цены на металлическую группу, используемую в промышленности, падают. Золото находится в долгосрочной коррекции, и в принципе цена по золоту может достигнуть уровня 990-1025. то есть такова текущая ситуация, ситуация на летний период, затишье в торговле, накопленные запасы для вторичной переработки, переходящие запасы на складах по товарным контрактам и снижение спроса на металлическую группу из-за того, что вторсырье более просто в переработке и повторном использовании, то есть цену каждого изделия уже заранее включена и переработка вторичного сырья, который извлекают из отработавшего свой срок изделия. Если у вас будут вопросы по конкретному инструменту, прошу задавать их в чат. и так возьмем для анализа пару австралийский доллар американский доллар это пара характеризуется тем, как и подобные пары, не входящие ни в одну из финансовых структур, в частности в еврозону, это пара Тихоокеанского региона и движение в апаре очень часто зависит от состояния китайской экономики и от японских рынков. Австралийское правительство за это время снижало ставки Центробанка многократно. Это позволяет австралийцу даже во время кризиса и после выхода из него не только сохранять ценовые уровни, но и сохранять экономику страны. То есть экономика страны Австралия находится в хорошем состоянии, торговый баланс Австралии вырос в отличие от торгового баланса Европы и Австралиец очень выгоден сейчас для покупки как одна из немногих валют с высокой процентной ставкой банковской для совершения торговли по кэрри трейд то есть при покупке австралийца против американского доллара канадского доллара швейцарского франка японской иены всегда будет положительно это своповые позиции уровни к которым стремится Австралия здесь хорошо показаны в принципе австралиец вошел в торговую зону ценовой канал и движение ниже 0.85 за австралийский доллар австралийский доллар против американского доллара я не вижу австралийцы вероятнее всего протестируют нижний ценовой уровень это 0.87 0.86 0.85 сейчас он находится в середине ценового коридора при простейшем графическом анализе при торговле по ценовым уровнем это середина торгового диапазона видно что середина торгового диапазона оказалась для австралийца поддержкой от которой он тестирует верхнюю ценовую границу и вероятнее всего после нескольких тестов он пройдет до уровня 0.87 0.85 то есть для долгосрочников австралийский доллар удобен к покупке от уровня 0.87 0.85 все дополнительные индикаторы показывают что австралийство находится в даунтренде несмотря на благоприятные экономические условия это скорее всего просто игра банков переток капиталов и формирование нового тренда новой тенденции если перейти на более мелкий таймфрейм на четырех часовик то видно что австралии сформируют так называемую фигуру диамант и находится во флете то есть можно совершенно спокойно занимать позиции на покупку от уровня 0.9070 это средняя линия в коррекционном канале подтвержденная предыдущим ценовым уровнем и работать на покупку до линии сопротивления которая также подтверждена прежним ценовым уровнем 0.93 вероятность тестирования средней линии то есть линии поддержки которая видна на мониторе весьма высока поскольку опережающие индикаторы показывают снижение интереса к австралийцу это можно сказать ситуация когда трейдеры закрывают позиции на продажу и ожидают разворота тренда то есть каждая пара каждый финансовый инструмент должен быть проанализирован в зависимости от текущей экономической ситуации текущая экономическая ситуация по австралийцу я ставлю фильтр только на австралийца такова что индекс австралии производство растет целевая инфляция снижается цены на недвижимость падают уровень банковской ставки сохраняется прежним один из самых высоких это видно по банковским ставкам то есть самый высокий уровень банковской ставки и поэтому все позиции покупки австралийца имеют результатом свапирующую позицию плюсовую скорее всего индекс в сфере услуг показывает прирост продажи новых домов несколько снижены но тем не менее на высоком уровне розничные продажи растут торговый баланс один из основных показателей лучше предыдущих значений и лучше прогноза сокращение затрат в сфере домостроений или конструирования поэтому обращение или создание новых рабочих мест практически рынок труда наполнен полностью сокращается спрос на рабочую силу по бизнес климату показания лучше чем предыдущее значение то есть экономика Австралии демонстрирует хороший рост при окончании кризиса и скорее всего снижение стоимости австралийского доллара это чисто финансовая игра из-за китайского и японского рынков и очень удобный момент для приобретения австралийского доллара против американского доллара и других валют то есть carry trade перейдем к терминалу и непосредственно к индексам американского рынка которые свидетельствуют о состоянии американской экономики основное внимание которое следует уделять при анализе американской экономики на данный момент это инвестиции инвестиции обычно читаются в красной книге в бежевой книге в голубой книге сейчас сейчас я найду значение по инвестициям в американскую экономику они значительно снизились это это и о том что деньги инвесторов стали выходить из американской экономики то есть таким образом можно ожидать движения американского доллара против японской иены во флете то есть уровни которые были достигнуты 0.98 100 по отношению к японской иене скорее всего будут сохраняться вот инвестиции в бизнес но это не тиковые значения вот основное значение по которому анализируется американская экономика долгосрочные вложения в американскую экономику снизились предыдущее значение минус 21.8 ожидаемый прогноз 14.3 положительный на самом деле денежные средства из американской экономики стали уходить то есть надо ожидать того что доллар может подорожать и будет двигаться в торговом канале торговый канал определяется уже по ценовым уровням в частности будет вскоре опубликована биржевая книга все операции на открытом рынке там будут более подробно рассмотрены вливания инвесторов в отдельный сектор американской экономики поддержание ценового уровня евродвиженства в ценовом канале флетовая зона этому способствует предстоящая встреча Г20 то есть еврозона соответственно в понедельник мы узнаем о том как планируется дальнейшее оздоровление еврозоны будут ли совершаться вливания в экономику денежные вливания Америка сокращает вливание то есть квандитэтифизин третье смягчение заканчивается еврозона продолжает продолжает вливание в европейскую экономику соответственно с понедельника можно ожидать начало тренда по основным мажорам и по американским индексам поскольку Г20 опубликует комминеке примерно во вторник станет доступно комминеке для пользователей и там уже можно более подробно прочитать о том в каком направлении будет двигаться европейская экономика и переходим на терминал непосредственно по американскому доллару то есть по тем инструментам которые были озвучены американский доллар также находится во флетовой зоне это стандартное явление при таких глобальных встречах как Г20 или встреча министра финансов еврозоны соответственно доллар скорее всего будет двигаться в узком ценовом диапазоне то есть началась позиционная торговля когда никто из больших инвесторов рисковать не хочет и занимают долгосрочные позиции именно в коррекционном коридоре коррекционный канал это примерно 0.98 вот нижняя граница 98.625 верхняя граница 101.40 50 соответственно американская экономика демонстрирует более стабильный выход из кризиса поэтому американский доллар в перспективе может вырасти до 104 108 некоторые банки дают прогноз на 110 против японской иены то есть американская валюта может вырасти до уровня 110 109 против японской иены американская европейская экономика тем характеризуется что если американская экономика демонстрирует устойчивый выход из кризиса увеличение промышленного производства создание новых рабочих мест и так далее розничные продажи сокращение безработных то есть оживление по всем секторам американской экономики то в первую очередь начинает страдать европейская экономика это можно судить по торговому балансу американскому европейскому торговый баланс европы резко ухудшился соответственно это кардинальные признаки которые замечены на протяжении многих периодически случавшихся кризисов и картина стандартная то есть если американская экономика сейчас находится на подъеме наблюдается сокращение финансирования финансовых именно секторов то есть квантитэтифизинг количественное смягчение вливание средств денежных средств в экономику то нужно ожидать снижение интереса к бондам американским рост индексов и рост доллара конечно коррекционные движения на протяжении до сентября октября месяца будут весьма вероятны но все данные говорят о том что американская экономика находится на подъеме соответственно при долгосрочном анализе любого таймфрейма необходимо работать от ценовых уровней соответственно этот ценовой уровень по индексу S&P500 представлены в терминале MD4 весьма устраивает всех инвесторов и вспомнив одно из правил американской экономики если год начался с роста индекса то индекс будет расти на протяжении целого календарного года то есть что это мы сейчас и наблюдаем это стандартная американская финансовая политика и политика финансовых институтов таким образом необходимо искать варианты для перезахода и работать по правилам риск менеджмента то есть страховать собственные позиции стопами стоп к тейк профиту рассчитывается минимум как один к двум с половиной лучше совершить несколько сделок по одному и тому же инструменту чем ставить несоразмерно большие стопы или буквально валиваться в рынок то есть без анализа текущей ситуации заходить в рынок это достаточно опасная ситуация если у слушателей есть вопросы прошу задавать в чат я с удовольствием отвечу ситуация такова что все саммиты еврогруппы обычно характеризуются тем что евро сформировав некоторый коррекционный канал в нем и остается до окончания саммита в это время доллар обычно снижается поскольку центробанки так называемые так называемые регулируемые рынки начинают поддерживать состояние курса евро по отношению к американскому доллару но поскольку американская экономика демонстрирует стабильный выход из кризиса по историческим данным в этом случае европейская экономика то есть как еврозона начинает страдать это видно по уровню безработицы по снижению торгового баланса по снижению количества свободной валюты в частности евро в обращении это монетарные механизмы все говоря о том что во время саммитов это видно и по календарю и по терминалу евро находится в ценовом диапазоне сейчас я это продемонстрирую то есть саммит г-20 и ценовой коридор в котором находится евро этот ценовой коридор может быть ограничен это это видно что саммит начался сегодня евро совершенно спокойно совершает в течение дня плавное волнообразное движение то есть в этом ценовом диапазоне не выходя то же самое время американский доллар против японской иены демонстрирует опять-таки коррекционная зона и в понедельник можно ожидать образования нового тренда то есть буквально после того как бы станут известны данные по европейскому саммиту это влияние встреч министра финансов год 20 и так далее на рынок то есть рынки регулируемы это понятно да то есть как я уже указал сейчас очень привлекательна австралийская валюта как валюта по которой высокая банковская ставка процент самая высокая ставка ну за исключением рубля поэтому позиции по австралийскому доллару страна у которой экономика очень устойчива можно открывать на долгосрочную покупку примерно с уровня 0.86 по отношению к американскому доллару то есть вот эта самая ситуация сейчас я включу австралийский доллар и тогда будет более понятно австралийскому экономика отличается независимостью в ту или иную мере от американской валюты от европейских рынков в частности по газовым поставкам по нефти по полезным ископаемым и так далее это одна из так называемых сырьевых стран к сырьевым странам относятся Канада и Россия по основной группе сырья и видно что австралийск на долгосрочном периоде сформировал так называемый диамант это графическая фигура которая говорит о том что рынок готовится к развороту если посмотреть на неделях австралиец то практически он достиг линии сопротивления то есть прежние ценовые уровни и скорее всего австралийский доллар войдет в эту ценовую зону соответственно эта ценовая зона подтверждена и непосредственно ценовыми уровнями то есть сейчас австралийский доллар при графической системе анализа текущей ситуации вошел в коррекционную зону 50% коррекции это коррекция во флетовой зоне совершается скорее всего будет тест нижней границы то есть это уровень 0.87 0.86 и в дальнейшем австралийский доллар может совершенно спокойно торговаться в этой ценовой зоне это очень благоприятно для австралийской валюты вопросы по текущему вебинару будут еще то есть этот вебинар заключается является заключительным вебинаром серией вебинаров моей профессии трейдер перерыв вебинаров будет до сентября месяца в дальнейшем темы вебинаров будут согласованы с руководством ресурса и практически в этой серии вебинаров были рассмотрены все возможные варианты построения торговых систем правила торговой системы по правилам торговой системы проводится и анализ финансовой ситуации и анализ ценовой ситуации чем более тщательно трейдер соблюдает правила торговой системы тем более успешен он в торговле в трейдинге очень важным моментом трейдинга является психология трейдинга это практически один из основных моментов можно торговать чисто технически можно торговать по фундаментальным данным а можно анализируя фундаментальные данные с применением теханализа индикаторы то есть данные экономики макроиндикаторы и данные индикаторов торговой платформы совершать успешные сделки поэтому весь последний цикл вебинаров был проведен именно по системе анализа новостного режима был совершен межрыночный анализ на основе межрыночного анализа то есть взаимовлияния экономической ситуации и движения различных финансовых инструментов пар совершался выбор финансового инструмента и делался прогноз на ближайшую текущую ситуацию таким образом если вопросов услышать или нет благодарю за внимание удачи в торговле все текущие текущие в 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 Продолжение следует...